Поддержка предпринимателей в условиях ограничений и санкций – одно из ключевых направлений развития региональной экономики. Это поможет не только удержать на плаву рынок товаров и услуг, развивать производство и стабилизировать цены, но и сохранить рабочие места. План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности утвержден 10 марта, а уже в апреле на деле начали реализовываться некоторые программы, в том числе выдача льготных займов. Какие условия и проценты предлагает фонд содействия предпринимательству? В материале нашего корреспондента. В марте этого года ввиду усиления санкций и возникших трудностей был сформирован региональный план поддержки бизнеса. Разрабатывался он с учетом пожеланий самих коммерсантов, с которыми заранее встретился губернатор Игоря Руденя. Предприниматели сошлись во мнении, что когда кредитные ставки залетели вверх, хорошим подспорьем для бизнесменов могут стать льготные займы. Они, как показала практика, пользуются спросом у всех категорий малого и среднего бизнеса. Специально для них и была запущена выгодная программа. Был разработан новый продукт. Называется он «Стабильный бизнес». Его условия следующие. Максимальная сумма 2,5 миллиона рублей, срок 2 года, ставка 5% годовых. На цели займа можно приобрести основные средства или купить товарно-материальные ценности для оказания работы или выполнения услуг. Первые займы выдали уже в апреле. За два дня пакетом воспользовались 8 предпринимателей. В общей сложности региональный фонд содействия предпринимательству выдал 14 миллионов рублей. Среди тех, кто первым воспользовался программой «Стабильный бизнес» – владелец магазинов сантехники. Сеть на рынке почти 20 лет. Предприниматель открыл новую крупную торговую площадь, а ее необходимо заполнить товаром достойного качества. Благодаря этому займу мы сумели поменять немножко наши продукции, найти новых поставщиков. И очень все быстро, в короткие сроки. Буквально в течение двух-трех дней главный бухгалтер собрала документы, подали и оформили. Это вот в течение недели уже деньги были у нас на счету. Займы предоставляются по ускоренной процедуре. Документы можно подавать дистанционно. Особенно это удобно для предпринимателей из малых городов. Такая поддержка стала доступна благодаря докапитализации фонда содействия предпринимательству. В рамках плана мероприятий фонд получил из бюджета Тверской области дополнительные средства. И за счет этих средств фонд предоставляет займы субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма, которая выделена из бюджета Тверской области, составляет 250 миллионов рублей. Программа «Стабильный бизнес» от фонда содействия предпринимательству нацелена на помощь в пополнении и приобретении оборотных и основных средств. Необходимость мер отметил и глава региона на очередном заседании правительства. Первый пакет мер региональной поддержки плюсом к федеральному это порядка полутора миллиардов рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса со стоимостью от 3 до 5 процентов. Все меры корреспондируются с федеральными мерами. Поддержка особенно касается туризма и промышленности. Мы считаем, что сегодня у нас есть все шансы развернуть экономику, занять новые ниши. Для каждой категории предпринимателей действует ряд мер. Так, социальные предприниматели и самозанятые могут получить средства под 1% годовых. Новые субъекты бизнеса по 3-4%. Напомним, что получить всю информацию о программах и займах можно через Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Здесь также проконсультируют, подскажут, какие необходимо собрать документы. Обратиться можно лично. Располагается офис в городе Твери на проспекте Победа, 14 или же по телефону 78-58-58. Код города Твери 4822.